На днях стало известно, что чеченский боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев поднимается в средний вес и планирует забрать там пояс. Ранее Хамзат уже выступал в среднем весе. Вторым соперником Борзе в этом дивизионе станет бразильский нокаутер Паула Коста. Бой двух мощных рубак планируется провести 21 октября этого года в Абу-Даби на номерном 294 турнире лучшей лиги мира. Давайте разберемся, кто из бойцов в этом бою должен выйти победителем. Итак, боец Хамзат Чимаев. Этот дерзкий чеченец, в детстве переехавший с родными в Швецию, попал в лигу Дэйны Уайта 15 июля 2020 года. На тот момент у Хамзата был рекорд 6 побед и все досрочные. Стоит признать, что соперники чеченца до UFC не были особо известными бойцами за исключением дагестанского мастера ММА, четырехкратного чемпиона мира по боевому самбо Икрама Алискерова. Бой между Икрамом и Хамзатом проходил в промежуточном весе в пределах 80 килограммов. Битва с первых секунд была напряженной. Бойцы, как настоящие профессионалы своего дела, четко показывали свои навыки. Но Хамзат оказался быстрее и точнее в этом бою. На второй минуте 26 секунде первого раунда Борс пробивает апперкот точно в челюсть Алискерову и отправляет мощного дагестанца в нокаут. Важно то, что у Икрама до Хамзата Чимаева был безупречный рекорд, а именно 8 побед и ни одного поражения. После Икрама соперником для Чимаева стал Мзвондилья Хлондба. Но южноафриканский боец ничего не смог показать напористому чеченцу и во втором раунде попался на удушающий прием и был задушен Чимаевым до потери сознания. После этого боя Хамзат подписал контракт с лигой Дэйны Уайта и началось восхождение Борза в полусреднем весе UFC. Человеком, который должен был проявить бойцовское гостеприимство Хамзату в октагоне, стал Джон Филлипс. Хамзат, как подобает воинам, зашел в клетку и разобрался с соперником без каких-либо затруднений, применив удушающий прием во втором раунде. Даже толком не вспотев в бою против Джона Филлипса, чеченский воин уже через 10 дней выходит снова в клетку. На этот раз его соперником становится боец со статистикой 10 побед, два поражения, одна ничья, ирландский полусредневес Рейс Макки. С ним Борз разбирается еще быстрее и уже в первом раунде побеждает ирландца техническим нокаутом. Не проходит и двух месяцев, а напористый чеченец вновь удивляет Дэйну Уайта чистотой своих выступлений и уже 19 сентября 2020 года вновь выходит на бой против соперника весом на одну категорию выше, а именно средневеса Джеральда Мершарта. За плечами Мершарта был колоссальный опыт выступлений в смешанных единоборствах, целых 40 боев, профессионалах, из которых 31 раз он выходил победителем. Однако, это не вызвало даже капли волнения у чеченского волка и уже на 17 секунде первого раунда он отправляет испуганного Джеральда в глухой нокаут. После этого яркого боя у Чемаева случился длительный простой связанный со здоровьем. Почти один год Хамзат не выходил в октагон и не радовал фанатов. Восстановившись после болезни, Хамзат возвращается на линию боев. Это произошло 30 октября 2021 года. В горячей пустыне, на бойцовском острове Яс, Чемаев разделил клетку с китайским нокаутером Ли Джин Лиангом. Бой проходил в полусреднем весе. Китаец ли, перед боем чувствовал себя уверенно и обещал размазать чеченца. Но бой сложился не так, как хотел Джин Лианг. С первых секунд бросившись в атаку, бесстрашный борс схватил крепкого китайца, поднял как тряпичную куклу на руки, пронес через весь октагон и шмякнул об канвас, попутно прикрикивая Дэнни Уайту, чтобы он не отвлекался от просмотра данного боя. Итог оказался закономерный, Джин Лианг был задушен до потери сознания в первом же раунде. Дэйна Уайт был в восторге от напора чеченца и вывел его в следующем бою на Гилберта Бернса, занимавшего вторую строчку в рейтинге полусредневесов. Многие эксперты считают, что бразилец дал самый тяжелый бой Хамзату Чемаеву. Данный бой прошел очень напряженно. Бойцы открыто рубились в стойке, наносили друг другу тяжелые удары и не хотели отступать. В перерывах между раундами тренер Хамзата разрывал себе горло, пытаясь убедить Чемаева не рубиться в открытую, но смелый чеченец продолжил драться без изменения тактики, пытаясь сломить ход боя, и это ему удалось. По результатам оценки судей, победу в этом жестком противостоянии одержал Хамзат Чемаев. Пройдя Бернса, Борс должен был выйти на бой против стоктонского гангстера Нейта Диаза. Бой должен был пройти в полусреднем весе. Но Хамзат не смог сделать вес по причине того, что врач запретил ему гонять оставшиеся килограммы. В итоге Диаз отказался от боя с Чемаевым, и против чеченца вышел опытный полусредневес Кевин Холланд. Но данный бой прошел в промежуточном весе. Хамзат бой начал с борьбы, и снова как по книжке закончил его в первом раунде, задушив рослого Холланда. Следует отметить, что во время подготовки к бою против Нейта, Борс успел зацепиться с бразильской нокаут-машиной среднего веса Паула Костой. Во время тренировки Хамзат и Паула оказались в одном зале. Их встреча переросла в словесную перепалку. После словесного конфликта, бразилец стал всячески поднимать свою популярность на имени Хамзата и провоцировал его, закидывая в социальные сети разного рода высказывания и раздавая интервью о том, что он готов драться с Чемаевым. И вот на днях стало известно, что данный бой все-таки произойдет. К тому же у этой схватки уже есть предыстория. Справедливости ради скажем, что бразилец не робкого десятка и дрался в UFC с такими монстрами боев, как Юэль Ромеро, Люк Рокхолд, Исраэль Адесанье, Джонни Хендрикс. До UFC Паула смог стать чемпионом лиги Jungle Fight в среднем весе. В бою за титул чемпиона этой лиги Коста победил Эдуардо Рамона. После одной успешной защиты пояса Паула Коста получил предложение от Дэйны Уайта. Первые четыре боя в промоушене номер один Паула Коста провел ярко, отправив в нокаут каждого соперника, который выходил на бой с ним. От рук бразильца пали Гаррет Маклилан, Алували Бамбуси, Джонни Хендрикс и Юрая Хол. После четырех крутых побед Коста выходит на бойца, наводившего ужас практически на всех средневесов того времени. Соперником бразильца становится мощный Юэль Ромеро. Бой двух крепких накачанных бойцов прошел всю дистанцию в три раунда. Бойцы рубились в открытую и создавали много опасных и ярких моментов. В этом бескомпромиссном бою Паула Коста одержал победу решением судей. Эта победа проложила ему тропу к королю дивизиона Исраэлю Адесанье, который являлся чемпионом среднего веса. Но бой с чемпионом оказался для Паула Коста горьким в плане того, что бразилец впервые попробовал вкус проигрыша. Адесанье играючи отключил свет в глазах Коста и отправил нюхать цветы на канвасе. После Адесанье яркий нокаутер потерял веру в себя и проиграл напористому итальянцу Марвину Виттори. После двух проигрышей подряд, Коста собрал в себе силы и сделал крутой камбэк в бою против Люка Рокхольда. Этот бой стал для Люка прощальным, а для бразильца победным. Теперь же опытный бразилец встретится с чеченским борзом Хамзатом Чимаевым. Давайте перейдем к сравнению бойцов. Первое. Антропометрия. По данному показателю преимущество в росте имеется у Хамзата на 5 см. С учетом того, что Паула не борец, рост и длина рук сыграет на пользу Чимаеву. Второе. Опыт боев в среднем весе. Хамзат в лиге Дэйны Уайта провел в среднем весе 2 боя. Паула Коста в свою очередь на 6 боев больше. По данному показателю Коста имеет преимущество перед Хамзатом. Третье. Ведение боя в стойке у обоих бойцов на хорошем уровне. Можно сказать, что оба бойца имеют равные условия, Хамзат имеет нокаутирующую мощь, также и Паула может отправить в нокаут соперника. Четвертое. Психология. Хамзат не имеет страха ни перед кем в клетке, он не боится никого, поэтому не будет испытывать какого-либо давления в бою против бразильца. Коста же считает себя более крепким и мощным, уверенно бросает вызов чеченцу, поэтому также можно отметить уверенность в психологическом аспекте у бразильца. Таким образом можно сказать, что оба бойца по данному показателю не вырываются вперед. Пятое. Техника ведения боя. Касательно ведения боя, Паула больше работает в ожидающем режиме и чаще зарубается, если соперник прижат к сетке. Хамзат же начинает всегда с наступательных действий и постоянно давит на соперника. Известно, что в таких условиях Паула чувствует себя некомфортно и сдает назад, что показал бой с Марвином Виттори. В этом показателе Хамзат вырывается вперед. Шестое. Борьба. Коста никогда не показывал себя в боях как борец, Хамзат же наоборот позиционирует себя как борец. Поэтому в части борьбы Хамзат опережает Косту. Некоторые аналитики считают, что бразильца тяжело перевести в партер, так как в бою с Виттори это не удалось итальянцу. Но наша точка зрения такова, что у чеченца борьба на несколько уровней выше, чем у итальянца, поэтому Хамзату не будет тяжело переводить Косту на канвас. Таким образом, исходя из этих показателей, наша команда считает фаворитом и победителем этого боя чеченца Хамзата Чимаева. Но здесь есть один тонкий момент, если Хамзат вновь начнет зарубаться бездумно в стойке так, как делал это с Гилбертом Бернсом, то шансы на победу у бразильца будут выше. Если же Хамзат не будет зарубаться и выйдет драться в том стиле, каким победил крайнего соперника, то мы предполагаем, что чеченец выиграет с вероятностью 70 на 30. На этом все друзья, не забывайте подписываться на канал. Всем ассалам алейкум, удачи!